В январе этого года общественники начали добиваться того, чтобы несанкционированный вход в разрушенные и недостроенные здания был перекрыт. Тогда никто не верил в успех этого предприятия, но сейчас наступила осень и многое уже поменялось. Сегодня мы съездим на некоторые объекты и посмотрим, как там обстоят дела. Начну, пожалуй, с улицы Комсомольская, дом 5. Несколько дней назад строители здесь установили забор. Сейчас они ждут строительную технику и начнут разбирать недостроенное здание. Фирма-застройщик обещает, что уже к 2014 году здесь будет построена 10-этажка с тремя подъездами. Разбираем это, как местные жители говорят, проклятое это здание, потому что оно уже поросло и деревьями, и бурьяном, чего там только нет. Сейчас разбираем это в черное место и шприцы, и бутылки, и диваны там уже обжились, и бомжи, и диваны, и матрасы, чего там только мы и не находим. Вот, как бы людям, живущим по соседству, это на руку, потому что мы не только разбираем это здание, плюс мы здесь ближайшую территорию пытаемся как-то облагородить своими силами. У них там постоянно все это в лужах было, щебнем уже отсыпали, пешеходные зоны им строим. Ну, а история эта началась, ну, и от жителей не первый год, как бы это слышно, когда же его разберут там или сломают, что-то должно на этом месте быть, либо начнут снова возводить. А так как этому зданию уже, ну, около 20 лет возьмем, начали его, что-то, по-моему, в 92-м году, да, начали его строить. Вот как раз на двери 12-й год, 20 лет этому зданию выше его уже не поднимешь, потому что не позволяет. И что, ну, обратилось руководство «Русского хрома» на взаимовыгодных условиях, в принципе, мы это здание решили демонтировать и выстроить здесь новый жилой комплекс. Ну, будет здесь три подъезда, десятиэтажных домов, жилой комплекс «Малахит». Сроки в течение года, я так думаю, что мы сможем построить полутора лет. Качество будет на высшем уровне, конечно, на картинке, если видно, да, то есть, соответствие будет полное названию, цвет «Малахит», разукрашенные фасады. Ну, застройка внутреннее помещение будет, то есть, это будет основная масса, одна и двухкомнатные квартиры, трехкомнатных будет, ну, не так много. Самое востребованное, да, на сегодняшний день жилье для молодежи. Ну, данное здание является незавершенным строительством с 94-го года. С 94-го года здесь планировалось построить крупную школу, сами видите, большая была бы современная, но, видимо, какой-то кризис коснулся еще, неблагоприятная территория, завод рядом, выбросы, данный проект был заморожен. В мае этого года эта жгола была выкуплена у города на аукционе. В действительности, данное строение являлось очень проблемой для Талицы и поселка. Это ужас, что тут происходило и творилось, потому что летом это, соответственно, пьянки, наркоманы. Многие родители понимают, что и детям интересно было полазить по стройкам, ну, данное помещение было травмоопасным. Некоторые предприниматели незаконно устраивали здесь бизнес в виде пинг-понга, это все знают, да, пинг-бола, который устраивался. Ну вот, с мая месяца потихонечку занимаемся. В настоящее время проведены три экспертизы. На сегодняшний день это проведены экспертизы фундамент, сами несущие строение здания, перекрытия, перегородки. Своими силами мы перекрыли первый этаж, ограничив доступ в данную школу, потихоньку начинаем уже, вы видите, ставить окна. То есть мы готовимся к зимнему периоду, надеемся, что пройдет все согласование и получим отопление. И потихонечку будут рассматриваться разные бизнес-проекты. И школа будет достроена, скорее всего, под бизнес-центр. Сам застройщик и инвестор планируют окончить строительство первый-второй квартал 2014 года. Но это у него самые пессимистические прогнозы. По оптимистическим прогнозам это четвертый квартал 2013 года. Основные трудности это коммуникации, это пути согласования, как энергоресурсы, так и газ, отопление. Все это на пути согласования. Хотя у нас по всем документам есть, что к школе-то были все эти коммуникации подведены. Но в период того периода, когда она простаивалась, все было разворовано. Это были и кабеля, и станции, электроподстанции все были разворованы. Поэтому с этим связаны самые большие трудности. Продолжение следует...